Крупнейшие массовые вымирания в истории Земли За время существования нашей планеты на ней проживало огромное количество самых разных живых организмов, но по каким-то причинам большая их часть не дожила до наших дней. Всем нам прекрасно известна история о гигантском метеорите, который стал причиной завершения эпохи динозавров. Также из школьных уроков истории нам известно, что когда-то давно на Земле жили мамонты, шерстистые носороги и саблезубые тигры. Но и они почему-то вымерли. На самом деле ученые считают, что жизни приходилось как минимум 10 раз начинать свое развитие практически заново. Но первые пять массовых вымираний пришлись на времена, когда жизнь еще даже не вышла из воды. О них науке известно крайне мало, да и о живших тогда организмах практически ничего не известно. А вот пять последующих катастроф изучены достаточно подробно. Именно о них мы хотим сегодня рассказать. Если вам интересна история зарождения и развития жизни на нашей планете, то подписывайтесь на канал. Тогда вы сможете первыми узнавать о выходе новых роликов и оставлять комментарии о своих впечатлениях от наших видео. Также мы призываем наших зрителей активнее выражать мнение при помощи лайков. Прежде чем начать рассказ о самых массовых известных науке вымираниях, необходимо пояснить, что подобные катастрофы являются частью естественного хода эволюции планеты. Уже 2,5 миллиарда лет назад случилось первое событие такого масштаба. Тогда в воде появилось большое количество одноклеточных микроорганизмов. Они поглощали углекислый газ и выделяли кислород. Переизбыток кислорода в воде за 200 миллионов лет уничтожил практически все живые организмы, которые появились раньше. Для них этот газ оказался настоящим ядом. Сохранились только те формы бескислородной жизни, которые обитали на большой глубине. Примерно 650-700 миллионов лет назад случился период, который даже в научных кругах часто называют Земля-снежок. В это время планета была покрыта сплошным ледяным панцирем и при взгляде из космоса, наверное, напоминала этот самый снежок. Ученые не сомневаются, что тогда конец пришел уже тем организмам, которые насыщали атмосферу кислородом. Но споры о причинах этих климатических изменений ведутся до сих пор. Об идиакарском вымирании, которое случилось 542 миллиона лет назад, ученые заговорили относительно недавно. Выделение этого времени в отдельный геологический период произошло только в 2004 году. Судить о масштабах вымирания ученые могут по пропавшим в геологических слоях останкам живших тогда животных. В основном это были мягкотелые беспозвоночные существа. Их останки перестали попадаться в слоях, соответствующих нескольким миллионам лет. Также мало известно о кембрийско-ордовикском вымирании, которое случилось примерно 500 миллионов лет назад. О нем практически ничего не известно, а ведь именно тогда исчезли трилобиты, брахиоподы и многие другие членистоногие. Причиной вымирания стало резкое уменьшение количества кислорода в воде. Вымирание коснулось только морских существ, поскольку суша тогда еще оставалась безжизненной пустыней. И только сейчас мы добрались до массовых вымираний, которые можно с уверенностью назвать катастрофами планетарного масштаба. Ученые насчитывают пять таких периодов, когда вымирали не только почти все морские, но и почти все сухопутные виды. Ордовикско-силурийское вымирание Здесь ученые говорят скорее не об определенном временном промежутке, а о двух следующих друг за другом всплесках. Один из них случился 447 миллионов лет назад, другой — 443 миллиона лет назад. Это вымирание коснулось в основном морской флоры и фауны. За эти два периода исчезло около 60% всех видов, населявших моря и океаны. Если в начале ордовикского периода жизнь в воде буквально кипела, то после катастрофы подводный мир просто опустил. Ученые пока не пришли к единому мнению, что стало причиной вымирания. Среди самых возможных вариантов называют гамма-вспышку, произошедшую в космическом пространстве недалеко от Земли. Также есть предположение, что к массовой гибели животных и растений могли привести усиление вулканической активности или эрозия почвы с выделением различных газов. Девонское вымирание Возможно, катастрофа, которая растянулась на 25 миллионов лет, тоже была цепью импульсов массовых вымираний. За это время погибло большое количество морских обитателей, в том числе многие виды рыб. Наиболее вероятной причиной этого массового вымирания считается изменение климата и состава атмосферы. В это время растения активно осваивали сушу. Появление тропических лесов привело к увеличению концентрации кислорода в воде и в воздухе. Не все живые организмы смогли приспособиться к этим изменениям. Кроме того, с увеличением количества кислорода началось общее похолодание на планете. Великое Пермское вымирание 250 миллионов лет назад произошло самое массовое в истории планеты вымирание живых организмов. Оно привело к исчезновению 95% всех морских животных и примерно 70% обитателей суши. Есть достоверные данные, что вымирание коснулось также мира насекомых и членистоногих. Пострадали даже бактерии и другие микроорганизмы. После этого природе понадобилось почти 10 миллионов лет, чтобы восстановить утраченные позиции. Но, как и в предыдущие массовые вымирания, гибель одних существ позволила развиваться другим. Во время Пермского вымирания исчезли практически все звероящеры, которые были до этого хозяевами суши. В их отсутствие землей завладели предки современных птиц и рептилий. А самое главное, что в это время появились первые млекопитающие. Триасовое вымирание Еще через 50 миллионов лет с лица Земли исчезли многие эстерапсид, архозавров и земноводных, переживших Пермское вымирание. Так началась эпоха динозавров, которые почти на 150 миллионов лет стали хозяевами планеты. Неизвестно, что именно стало причиной катастрофы, Но одна из наиболее правдоподобных версий говорит о выделении в воду и атмосферу большого количества метана. В это время происходило активное движение континентов. Оно могло привести к сдвигу плит и к усилению вулканической активности, которая высвободила такое количество газа. Мелполиогеновое вымирание Наверное, это самое известное из всех массовых вымираний, которые случились на нашей планете. Каждый школьник сейчас знает историю о гигантском метеорите, убившем динозавров. Но истинной причиной их вымирания, как всегда, стали глобальные климатические изменения, которым большинство живых организмов не смогло приспособиться. Из-за общего похолодания, вызванного поднявшейся в небо пылью, образовавшейся после столкновения планеты с метеоритом и вулканическим пеплом от множества извергавшихся вулканов, исчезли многие растения. Вслед за ними вымерли крупные травоядные и хищники, которым не хватало пищи. В итоге не стало многих наземных, морских и летающих ящеров. Но небольшие птичьи динозавры, змеи, черепахи, крокодиломорфы и многие другие животные смогли катастрофу пережить. Их потомки сейчас населяют нашу планету. Четвертичное вымирание Многие ученые считают, что сейчас на планете идет очередное вымирание видов. Частично в этом виноват человек, который своей деятельностью только ускоряет процесс вымирания живых существ. Возможно, первым этапом этого процесса стало исчезновение так называемой мамонтовой фауны. Основной причиной вымирания мамонтов, гигантских медведей и шерстистых носорогов стало сокращение в результате климатических изменений естественных условий их обитания. Но есть версия, что охотники каменного века помогли ускорить этот процесс. Впоследствии человек начал занимать все больше территорий, распахивать землю, вырубать леса и добывать полезные ископаемые. Сейчас эта деятельность достигла небывалых размахов, и все больше животных и растений попадают в красную книгу или находятся на грани вымирания. Может быть, это случилось бы и без участия людей. Но в данный момент активное участие человека в очередном истреблении жизни на нашей планете очевидно. Конечно, природа со временем сама восстановит былое разнообразие видов и количество живых организмов. Но будет ли в этой новой жизни место для людей – большой вопрос. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Если вам хочется подробнее узнавать о живых существах, живших в каждой из описанных периодов, то посмотрите другие ролики нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова